Немного истории. Завод «Медсинтез» создан в 2003 году, входит в Уральский биомедицинский кластер. Сегодня в этом объединении более 25 компаний-участников. В марте 2004 года новоуральский производитель получил лицензию на изготовление лекарственных средств. Мы находимся в цехе, с которого и начинался завод «Медсинтез». Это цех по производству инфузионных растворов. 24 миллиона упаковок в год. Такой объем производства. Директор по производству завода «Медсинтез» Иван Алешин рассказал журналистам новоуральской обещательной компании о том, как живет предприятие сейчас. Первым делом нам показали цех, где производят инфузионные растворы. Ведь это та площадка, с которой началась история успеха новоуральского фармацевтического завода. В прошлом году мы не выросли в объемах производства по отношению к предыдущему году. Но зато сделали ряд высокотехнологичных, сложных препаратов, как метронидозол, валикам, манитол, ципрофлоксацин. Такие вот препараты необходимы, нужные. Например, валикам – это для восстановления кровотока при потерях крови. Значит, манитол при инсультах. В 2008-м Медсинтез получил лицензию на производство готовых лекарственных форм генно-инженерного инсулина. В том же году состоялось открытие первого в России цеха по производству готовых форм инсулина человека, сертифицированного в соответствии с международными стандартами. Сказались ли санкции на вашем производстве? Конечно. Благодаря введенным санкциям мы, по сути, увеличили объем производства и существенно увеличили. Давайте подведем итоги в свете импортозамещения. Насколько выросли объемы производства инсулиновых ручек? Ну, существенно. Начиная с 2015 года мы только растем в объемах. Ну, например, вот в 2017 году мы выросли более чем в полтора раза именно по продуктам инсулина. А насколько выросло производство шприц-ручек? Шприц-ручек, производство шприц-ручек выросло примерно в четыре раза. То есть можно сказать о том, что уже потребители, люди, которые пользуются инсулином, уже расчувствовали удобство именно этой формы? Я думаю, люди уже оценили нашу шприц-ручку, и мы ее еще будем совершенствовать. И она станет просто очень комфортной, очень качественной. Ну, лучшей просто ручкой из всех, которые представлены на рынке. Шприц-ручки имеют запатентованный механизм возврата неправильно установленной дозы. Отметим, что такой способ введения росинсулина оценили потребители, и с каждым годом объемы производства ручек растут. Это перспективная форма, и, в принципе, можно и другие препараты ей вводить. И вот в том числе у нас очень интересный есть проект, это фолликулостимулирующий гормон, наверное, слышали? Вот, который позволяет женщинам забеременеть. Так вот, сейчас он тоже у нас на клинических испытаниях, и уже вот в прошлом году, где-то, наверное, в ноябре, уже родился первый ребенок, который зачат при использовании вот этого фолликулостимулирующего гормона, который был введен именно вот в нашей шприц-ручке. Новые изделия с отечественным лекарственным средством станут еще одним импортозамещающим проектом, реализованным на заводе. Пока ведутся клинические испытания. В заключительном этапе исследования примут участие более ста семейных пар. Это, можно сказать, направление будущего. А возвращаясь в настоящее, отметим, что налажено производство противовирусного препарата триазавирин. Лекарство разработано российскими учеными на основе оригинальной молекулы. Обладает широким спектром прямой противовирусной активности в отношении более 15 видов вирусов, включая вирус гриппа, в том числе птичий и свиной. Мы делаем и твердые лекарственные формы, и по таблеткам мы тоже в два раза выросли в 2017 году по отношению к 2016. Это наш уже достаточно известный триазавирин, противовирусный препарат. В рамках соглашения с международным химико-фармацевтическим концерном «Байер» на заводе выпускает антибиотик «Вилокс». Можно смело сказать, что продукция Новоуральского завода востребована по всей стране, и на достигнутом останавливаться производитель не намерен. Ведутся переговоры с представителями из других стран. Перспективы дальнейшего развития руководства завода связывает с выпуском новых видов медицинской продукции и освоением новых рынков сбыта. Дополнительные возможности роста производства и открытия рабочих мест станут еще более осязаемы для медсинтеза в случае вступления Новоуральска в программу территорий, опережающего социально-экономического развития, где завод планирует выступить резидентом. Мария Антонова, Николай Ларионов, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги.